всем привет блендер версия 2.83 альфа теперь я буду наверное работать ней и хотелось бы в этом ролике разобраться как сделать рик на лампу pixar погнали так delete убираем камеру можно отключить источник света тоже можно отключить м-панель сразу screencast key включу чтобы вы видели нажатые клавиши файл импорт и формат общ подгружаем лампу pixar тут чуть чуть по другому все ну в принципе десктоп вот рабочий стол подгружаем лампу и сейчас будем делать ей рик тройка на нам подержи зажатый зажатый колесико ставим вот в такой вид лампу семерка на нампаде немножко и можно подкрутить вот таким вот образом сели бокс тройка на нампаде и подгружаем теперь кости от арматура и вот вы видите здесь нету именно вот этих ригов для собак кошек и так далее а версии 281 она есть так теперь ставим видимость именно in front спереди вот эта косточка ну и от нее будем плясать тройка на нампаде заходим в edit mode нажимаем и экстрадируем одну кость вот так и экстрадируем вторую кость здесь подводим именно косточку вот этой кромки чтобы именно лампа на ней крутилась они выше ну и у так кость вытягиваем чуть-чуть можно здесь g подкорректировать немножко увести сюда вглубь а теперь от этой косточки только на нампаде от этой косточки выводим тоже кость вот сюда вот тут на этот край потому что она то снизу чтобы здесь ничего не отходило и у так косточку одну так следом будет интересная штука здесь вот он на модели сейчас я поставлю именно сетку вот модель и здесь есть именно вот эти две планки надо чтобы они двигались именно вот с этой костью вот с этой давайте посмотрим теперь как это сделать так шестигранники выбираем теперь единица на нампаде ставим вот на эту косточку и и экстрадируем кость вот сюда g поправляем ее вот на этот край тройка на нампаде и вот эту косточку нужно отсоединить alt и clear parent следом выбираем вот эту вверх кости и жмем е экстрадируем кость вот сюда так только на нампаде смотрим как тут все стало g немножко подгадываем g немножко уводим чтобы она именно по косточке как и стояла ну вот где-то так чуть-чуть еще можно вот сюда вот ее завести не до конца только так ну вроде все нормально единица на нампаде тройка на нампаде выделяем вот эти кости через shift shift d копируем жмем теперь единицу на нампаде правая кнопка мыши находим мир и x global теперь но и вот это дело все подставляем вот сюда вот теперь от зеркалили все нормально ну в принципе все хорошо теперь нужно вот этой косточки отсоединенные связать не с нижней а вот с этой косточкой control и keep offset и вот эту косточку вот эту этой косточкой control и keep offset так только на нампаде смотрим что тут да как вот эту косточку g немножко можно уменьшить теперь заходим в post mode находим рановато в edit mode еще одну косточку надо вытянуть и вот здесь вытягиваем косточку одну по центру тройка на нампаде нажимаем на нее и clear parent отсоединяем и все вот сейчас покажу в чем вся загрузка здесь сейчас будет так если мы зайдем в post mode нажимаем на эту косточку жмем на эту перед shift и control shift c жмем inverse kinematic смотрим как все здесь теперь работает g вот такая ступенка теперь влияние кости вот этой мы поставим так один две кости смотрим g вот все нормально мягко все движется и вот в чем загвоздка которую нельзя делать в edit mode если связать вот эту косточку с этой косточкой control p keep offset смотрите что будет происходить посмотрю и вот тут так вот ломает эту это 3 это ужасно control z control z control z control z проверить проверить на точно ли отвязалась и вот теперь заходим опять в post mode и жмем g вы видите как работает площадка не действует она и должна на месте стоять лампа вот так вот должна на ней опираться так control z выравниваем все теперь выбираем вот эту косточку shift d переносим ее вот сюда выбираем вверх кости нажимаем теперь rotation вот так вот выбираем вот эту косточку соединяем с этой control p keep offset и заходим теперь в post mode нужно теперь ориентацию вот этой косточки inverse kinematic сделать на вот эту кость выбираем inverse kinematic выбираем именно арматуру выбираем последнюю двенадцатую кость вот ее чуть-чуть перекрутила не беда здесь ставим 90 она стала и для чего это делается вот выбираем косточку g и вы видите теперь может наш риг крутится когда будет лампа задницей так вилять вот именно для этого это все дело и нужно ну и опять же чтобы хоть смотрела при движении постоянно на эту косточку не уходила никуда влево в бок без надобности вот такая штука так control z ну а теперь заходим в обзор мод нажимаем на модель нажимаем shift левая кнопка мыши на риг и control p with automatic widget сейчас соединяться все это дело риг и модель и в пост мод посмотрим как все это дело работает так снимаем выделение выбираем косточки и заходим в пост мод нажмем g и вы видите как все прикольно работает вот такая штукенция ну и как это все дело вертится так виднее было нажму сетку выбираем вот эту косточку и теперь g вот так все это дело крутит вертит на месте прикольно опять же можно вот так и поднять чуть-чуть так это все дело регулировать так голова работает у нас плоховато потому что вот эту косточку как control z control z control z в чем косяк теперь смотри заходим теперь в edit mode стройка на нампаде и вот эту косточку нужно control так alt и clear parent подсоединить и связать через shift вот этой этой косточкой и нажать control p и теперь заходим в пост мод и вот смотрите теперь выбираем вот эту косточку g и вы видите что ее не ломает вот так если нажмем r вот голова перекручивается все нормально работает control z control z смотрим что тут как чтобы не напортачить я еще не сохранил для дальнейшего будем назначать вот этому ригу внешний вид костей а потом уже будем анимацию покажу как делать прыжок и как вот наверное букву она вбивает ну вот такая штукенция все всем пока до свидания все всем пока до свидания